Ассаляму алейкум, уважаемые зрители Алиф ТВ. Без преувеличения, настоящий взрыв произвел рейд в подмосковном Дзержинске, когда люди в масках, называющие себя представителями полиции, осквернили мечеть, расхаживая в обуви по коврам, с угрозами обращались к прихожанам, а также в грубой форме высказывались о религиозной практике мусульман, не говоря уже о том, что прервали пятничную молитву. Парадокс заключается в том, что в МВД заявили о своей непричастности к этому преступному действию, а о том, что к этому никакого отношения не имеют Росгвардия и ОМОН, написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так кто же стоит за рейдами в мечетях в Подмосковье, если ведущие силовые структуры открестились от них? Давайте сразу оговоримся, что, в принципе, понятно, кто формально проводил этот рейд на мечеть на Мусальну, на молельный дом в Держинском. Несмотря на то, что управление внутренних дел по Московской области, насколько я помню, из прессы, оно открестилось, так будем говорить, от этих событий Росгвардия устами Хинштейна также. Но, тем не менее, на видео отчетливо видны бирки на руках у сотрудников, на которых написана полиция. То есть это одно из управлений, одно из подразделений полицейских посетило мусульман города, городского округа, если быть совсем точным, Держинского, в тот день. И весь скандал разгорелся формально по их поводу. Второй, как бы, общий момент, что, наверное, надо сразу оговориться, это не единственный налет на молельные дома в Подмосковье, да и других городах за последнее время. Этому также предшествовали запреты молельных комнат, комнат для намаза в Татарстане на заправках, как мы помним, там запреты, скандалы вокруг запретов книг, запреты хиджабов в школах. Это я говорю как бы за период после начала специальной военной операции в Украине. Там какие-то громкие дела на мусульманских активистов, в частности на Гаджиеве, которые продолжаются и не прекращаются. То есть тут можно... А, ну и самое главное, это, конечно, протесты с погромными призывами, массовые несанкционированные протесты по поводу нестроительства мечети на Святом озере в Москве, в районе Косино, которые никем не пресекались. В общем, если как-то все это взять вместе, сопоставить, то выстраивается некая какая-то общая линия, можно предположить. Так вот, относительно Держинского есть две версии того, что произошло. Первая версия, так скажем, бытовая политическая, она же основная. И версия конспирологическая политическая. Политика конспирологическая, будем так ее называть. Согласно первой, ничего особенного за этим нет. Никто не стоял, ничего специально никто не провоцировал, не заказывал. Это обычная полицейская, силовая, такая популистская методика работы с мусульманским фактором. Ответ как бы на укрепление мусульманского фактора в самом широком смысле, куда в этот мусульманский фактор вместе в одну кучу скидываются проблемы, как бы не строительства мечети, вместо них предлагается открывать временные молельни, где главное слово – это временные, то есть которые в скором времени закрываются после того, как они открываются часто. Это миграционная проблема, конечно. Это проблема северокавказская, это проблема экстремизма, терроризм. И это проблема как бы сдерживания исламской активности. И вот это все вместе в одно собирается. И как бы это все вот в широком смысле такой исламский фактор в России, как он преломляется для крупных мегаполисов современной Российской Федерации в регионах за пределами национальных республик, где мусульман как бы особенно исторически было либо очень мало, либо вообще не было. И вот за 25 лет сложилась определенная форма отношений силовых ведомств с мусульманскими организациями, ответ на мусульманский фактор. И вот мы это видим, в принципе, по статистике, если взять, то, наверное, в каждом регионе России каждый месяц бывает вот что-то подобное тому, что происходило в Зержинске. Это и есть та самая национальная, религиозная, там, иммиграционная политика, о которой много говорят. Вот по факту она вот подобным образом выглядит. Ничего такого особенного нету. Просто вот как бы на фоне специальной военной операции в Украине некоторые как бы вот комментаторы какие-то, деятели, спикеры, они взяли за моду думать и говорить о том, что вот как бы сейчас власть, какие-то особые отношения, особое расположение к мусульманам будет проявлять. Какое-то вот все это как-то специально как-то вот будет для мусульман какие-то особые права, какие-то исключения. Хотя как бы по факту мы ничего этого не видим. Но есть определенный пиар. Вот даже после мятежа Вагнера Путин поехал не куда-нибудь, а именно в Дагестан. Там посетил мечеть, да, самую старую в России, и принял в подарок Коран. И действительно странно выглядит, что вот на фоне этого, когда мусульман активно зазывают на фронт, и многие мусульмане откликаются, будем прямо говорить, на это. Вот происходит такого рода вещь. Это действительно странно, и это многих удивляет. Но для силуяков, для тех, кто проводит эти рейды, ничего странного в этом нету. Их, я больше чем уверен, никто не предупреждал, не инструктировал, никак не говорил, что надо теперь как-то умнее, похитрее работать. Они действуют как умеют, как привыкли, как знают, как считают правильным в данной ситуации. Вторая версия, такая конспирологическая, о том, что это произошло все не случайно. Я имею в виду Дзержинский до этого, зачистка мечети Котельников и все предшествующее, что это некая такая, опять же, силовая, популистко-силовая кампания, но цель ее – это хаотизация России. То есть, это элемент большой кампании по хаотизации России, по разбалансировке системы, по расшатыванию главного кресла страны, чтобы усилить свои позиции, прорваться к власти. Пример мятежа Вагнера заставляет этих людей думать, что это возможно. То есть, как бы, религия, национальные отношения, ислам, миграция – все это стало неким таким вот полем для сведения счетов между какими-то кремлевскими башнями. Это вторая версия. Не скажу, что она основная, но она как бы тоже присутствует в эволюционном пространстве. Что на самом деле там было, и кому какая версия ближе, вы уж сами решайте. Я вот как бы сложил основные точки зрения. А выводы сделайте сами, как говорится. Поведение правонарушительных органов подмосковным Дзержинске вызвало бурную реакцию в мусульманском сегменте. Вы ноги воете в раковине, которые предназначены для ускорения лиц. Мы попросили нашего эксперта составить психологический портрет правонарушителей в мечети и дать оценку поведению мусульман. Спрашивают, как они могли, как они могли зайти во время молитвы, зайти топтать своей грязной обувью в то место, где люди молятся, обращаются к Богу. К сожалению, большинство нас в этом обществе тварь дрожащая. Люди, которые выросли в либеральной системе, когда нет никаких ценностей, когда есть только решение своих проблем, когда человек один-одинок, оторван от всего социума и общества, и нет у него никаких ценностей, кроме удовлетворения повседневных своих потребностей. Поэтому винить их сложно. Они просто люди, которые выполняют приказ и больше другого не могут. К сожалению, в нашем обществе мало людей, которые являются сильной личностью. И если бы была бы сильная личность, тогда она бы смотрела, что есть хорошо, что плохо, и не пошла бы выполнять приказы, которые противоречили бы ее совести. Поэтому наша задача строить новое живое общество. И, аль-хамдул-лях, общество начало очищаться от этих либеральных, так скажем, оков. И, иншаллах, время для мусульман это использовать для того, чтобы начать воспитывать новые поколения, в том числе начать с себя. Для чего же это все-таки делалось? Для того, чтобы разделять и властвовать. Когда разделено общество на куски, и между ними, так скажем, делается вражда, то общество занято своими проблемами, а власть-передержащие могут решать свои интересы. В наше сложное время для нашей страны крайне важно понимать, что нас пытаются столкнуть, стравить и этим сделать нашу страну слабее, наше общество более беспомощным. Поэтому важно всем понимать и не поддаваться ни под какие провокации, а делать то, что только дает возможность созидать. Да, бывает порой сложно терпеть какие-то притеснения, но помнить надо, все это на пути Всевышнего. Если мы будем с правильным намерением, то Всевышний Аллах Субхану А.Т. даст нам победу, как Всевышний в Коране говорит, когда же победа, а не близка ли победа. Вот-вот, может быть, мы начнем выходить на здоровые человеческие ценности нашего общества, меняются законы для того, чтобы формировать семью, оберегать семью, чтобы она действительно воспитывала личности, а не образованных потребителей. Пусть Аллах Субхану А.Т. всех нас убережет от любого зла, который мы не можем перенести. И если придет какое-то испытание, пусть Всевышний нам даст мудрость это испытание перенести так, чтобы мы были в довольствии Всевышнего Аллаха Субхану А.Т. На минувшей неделе мы в очередной раз получили новость из Саудовской Аравии об аресте известного проповедника шейха Бадр Аль-Мишари. По одной из версий, он был взят под стражу из-за критики Управления развлечений королевства, который под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана стал проводить концерты и фестивали смешанной музыки, приглашать в страну западных артистов. Кто-то может обосновать действия наследного принца пресловутой необходимостью, но насколько эта так называемая необходимость допустима в исламе? Разрешается ли в исламе ради каких-то целей вносить какие-либо нововведения? Допускается ли прибегать к греховному, порицаемому, обосновывая это мнимой необходимостью? Грустно наблюдать, что некоторые правители в мусульманских странах, где в этих странах, где заявляются о том, что в Конституции прямо так для основного закона всегда заявляют о том, что эта страна мусульманская, что официальная религия – ислам, что главный источник законодательства является шариат. Тем не менее мы видим, что принимают законы, прямо противоречащие не только законы и шариата, но и явно даже наше вероубеждение, наше несовместимость наше вероубеждение. И, к сожалению, многие ученые, придворные такие ученые, так называемые, мулема-султан, которые оправдывают любые действия этих правителей, считая, что правители имеют право принимать любой закон, делать иштихад с его точки зрения, внести какие-то изменения в законах шариата. Хотя известно всем мусульманам, это здесь даже не нужно быть ученым. Источник знания – это Куран и Сунна. И все иштихады ученых мусульманских именно основаны на Куране и Сунна. Ижма'а, Ик'яс – это тоже источник связан с Кураном и Сунной. Ижма'а не мог быть, если это предотвращает Куран и Сунна. Ик'яс тоже связан с Кураном и Сунном. Поэтому очень грустно видим, что очень часто занимаются какие-то законы, разрешают совершать какое-то греховное действие, становятся узаконены. и более грустные наблюдают, как закрывают рты ученых, которые могут высказать свое мнение по этому поводу. Если правитель захватил власть, и народ не может его оттуда убрать, или они могут быть и согласны с его властью, хорошо, но почему запрещают ученым высказать свое мнение? Почему эти ученые лишаются жизни иногда, свободы? Только за то, что они просто высказали свое мнение. Их же оружие это слово, они же не совершают какие-то преступные деяния, не призывают к перевороту, не призывают к каким-то насильственным действиям. Они все занимаются тем, что они обязаны заниматься, призывать людей к делу от доброго, удерживать их от порицаемого. и почему-то некоторые придворные ученые, которые говорят, что дать совет правителю делает замечание правителю харам. Как это? Это разве похоже на исламские убеждения? Разве в исламе такое бывает, что мы не имеем права кому-то выше насиха, мы не можем ему дать совет? По-моему, и Амар Мухаттаб люди критиковали, и Абу-Бакар Судыка, и Альф все критиковали при жизни, принимали критики. Это были праведные, самые лучшие правители. Даже в немусульманской странах есть понятие демократии, где есть оппозиция, есть критики, и это считается нормальным. обидно, что в странах ислама любой ученый, уважаемый, страна должна гордиться защищать его. Сумхал, ученый, это же редкость, когда бывает человек, знающий это, наоборот, мы должны его защищать, поддержать. А мы вместо этого, если он высказал свое мнение, что вот знаете, такие законы или такие действия, которые правительство занимается, это не соответствует законам, шариата, его могут бросать в тюрьму, без суда, как часто бывает, так и, к сожалению, в мусульманской странах, в тюрьмах тысячи и тысячи мусульманских ученых, активистов, которые всего лишь словом пытались сделать страну свою лучше, пытались призывать своего народа, свое правительство, соблюдать законы ислама, ведь они мусульмане, и заявляют, что они мусульмане. Субханаллах, конечно, на вопрос нововведения можно принимать правителю, нет, конечно, это харам, нововведения, нет оправдания, вести что-то новое в религии, изменить основу религии, нет оправдания. Мухаммад, саллаху, сказал, кто любой, кто меняет что-то в нашем интерьере, религия, то отвергается. И он сказал, что это является заблуждением, и каждое заблуждение ведет в ад. Поэтому я прошу Аллах, субханаллах, разум для правителей в мусульманских странах и народе, тоже мусульманские, чтобы они тоже понимали, что этого недопустимо. И пытаться угодить, к сожалению, сейчас это делается, чтобы угодить про государства, которые на Западе или на Востоке, это тоже не принесет нам никакую пользу. Мне кажется, если бы мы будем уважать свою религию, свои традиции, наоборот, и на Западе, и на Востоке будет уважать и будет приниматься такими, как есть. А так, пытаться угодить, что мы смотреть, и мы тоже живем, мы тоже принимаем ваши ценности. Мы и не добьемся довольствия Аллаха, и не добьемся довольствия этих государств. Дорогие зрители Алифтв, если у вас есть, что добавить к анализу наших экспертов, вы можете поделиться этим в комментариях. А чтобы глубже понять происходящее вокруг вас событие, подпишитесь на нас и не забудьте включить уведомления. Вы также можете поддержать нас, став спонсорами канала, отправив от 100 и выше рублей. И самое главное, делай дуа за благополучие нашего с вами канала. Мира вам и благословения Всевышнего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok